шухер на районе продолжается у нас сегодня распаковка пришла очередная посылка дмитрия сергеева вот раз опять бензопила едем получать с утра пораньше уже напедаливают курьеры мы этого мы и привезем к 4 вечера сейчас вот время уже есть часов то есть ее уже прислали час назад поэтому видим мы и манка джуле оповестил неоднократно шоу посылку уже у нас так покроме самой пилы там еще что-то будет диман сказал пригодится даже боюсь представить что но думаю что для пилы дружбы я так думаю я не точно то есть меня уже фильтров свечей и шлангов на пол жизни вперед вот эти вот все три дома они за общим забором то есть выход так вот с этой стороны и кто живет в последнем доме они сюда вот все ползут как говорится место встречи извините нельзя посылку сидоренко в водительского положить 4 500 а дяди димы все сейчас там вытекло не знаю даже чего сейчас до дома доедем распакуем и отдохнула а вот мы все вот 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 Слева терактор он кощет, справа дядя приуныл. С утра пораньше не спится никому. Это у нас тут мостовая, как на Красной площади. Уже какую-то говно сливают. Ассенизаторы, блядь. Не успели дорогу сделать уже. Говно скачивает. А где-то там копают, блядь. Короче, пиздец тут всему, нахуй. К лопам и мухам. Новый чукчи. Новый чукчи. Так, ну что, будем распаковывать, да? Да. А дядь Диме посылку, подарок опять дядь Дим нам прислал что-то. А у нас кирпич? Нет. Уж кирпич, не знаю. Четыре с половиной килограмма. Так. Надо сейчас вскрыть как-то. Все ножки в деревне оставил. Сейчас посылочка будет. Снова посылка дяди Дима. Замотали на совесть. Наши люди запечатают, хер распечатаешь, блядь. Тут надо тоже подрезать. Ну, несмотря что она в пакете все протекло, как бы. Судя по коробке, там болели, блядь, да еба жена. Да еба жена, дядь, да жена. Да, видишь, как все вытекло, все масло. Или бензин, хер на че там. Я не знаю, потому что она на нас не работает. Ага. Ручка. Да, ручка. Учка мила. О, милая. О, цепь. Железяки какие-то. О, дядя Дима очки мне подогнал. Я уже купил, кстати. Подарок тебе. Подарок. Дядя Дима нас балует. Подарок. Так. О, это что? Это что? Не знаю, поршень какой-нибудь. Ну, что? Какой-то поршень. Однокольцовый. 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 Намарень копил уже. Сейчас пойдем шинковать. О, шанк. Почти очень спалово. Почти. Погналыка очки. Погналык. Что там? Какая-то пила. О, нога. Оранжевый. Какой, манагат. Что тут? Лепите мне горбатого. Их, блядь, вытекло нахуй. Маршал, а вообще вытекло. Лебеди. Давайте крышечку посмотрим. Давай. Крышечку. Какая модель-то хоть. Вот. Карлер. Однорукий бандит. Теперь попозь быть. Понял? Понял. Сейчас я достану оттуда. Что, Дим, говоришь? Классно. Классно. Так и все масло. Или бензин. Масло. Наверное. Карлер РСГ 25 12 К. Газолин и САФ. Бензиновая пила. Наверное. Какого-то болтик не хватает. Я не знаю, что там. Что там шепчешь-то? Давай, это самое, ремонтируй пилу. Что там? Снять. Вот. Блядь, а сцепление какое детское. Детское сцепление какое маленькое. Ага. Детское. Глушитель где-то в очке. Фу. Фу. Это масло. Масло вытекло. Ну, то есть пила что-то там плохо заводится или не разгазовывается. Я так и не понял, что там с ней случилось. Думаю, сегодня в деревню загоняем. Посмотрим, что там с ней, да как. Вот Дмитрия Сергеева. Он благодарный за подарок, за подгон. Думаю, когда она будет работать, она займет свое место на полке. Рядом с партнером 340С. То есть, как бы, Дмитрий неоднократно писал, что мне, как бы, пила и не нужна. Он говорит, мне тоже не нужна. Никто ее не покупает, поэтому, говорит, я тебе ее дарю. Ну, то есть, он мне где-то уже, наверное, год пытается подарить, наверное, вот эту пилу, не знаю. То есть, он и хотел еще электрическую какую-то прислать, аккумуляторную. Диман, будем одной рукой пилить. Мне, 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 мне. Кнопочка сделала, но удобно, кстати. Ну, то есть ее случайно не выключишь уже. Особенно, если правой рукой пилить. нормально хочу за хуйня заслонка обогащение мяч таких на канале не было одноруких хотя в свое время таких на них штуки 3 продавала продавался на вита они все были без крышки без шины без цепи то есть они были по состоянию новые но не выглядели вот так вот себе только если что чистый и как-то видос уже снимал то есть мужик продавал по владимира к чувак купил с камешек то есть он их купил за 2 500 а продавал запит так то есть за 2 500 он купил две пилы вроде бы и запяток их продавал в таком состоянии судя по износу но звездочка на работала даже он это нас увидел заканчиваю всем пока еще раз двигаю сергееву привет и большое спасибо за подгон очередной думаю что последний то есть это пилу можно было продать на мой взгляд нежели не будет лежать меня на полке это была распаковка карвер rsg 25 12 к к не знаю что такое там цепь чехольчик машину машина кстати здесь не посмотрели фига какие-то эти штуки были на дрель кого f50 на 30 на 6 280 зерна у всякие такие вот штуки какие-то фрезы или как они за шарошки какие-то эти штуки как это называть час прочитаю даже скажу белгородский абразивный завод круг шлифовальный лепестковый с оправкой уж не знаю куда их применять буду я так понимаю что для этой штуки нужны какие-то высокие бород то есть на шуруповерху или на дрели не наверное бесполезно лама конь приспособим наверное не знаю я чечи тут платные даже какая-то бумажка не значит бумажка теме 2 очков работы не хочу сургут сургут какой-то сейчас не будем покупать мне все руки в масле по своим очкам могу сказать что когда их протираешь пальцем ну то есть вот так вот то все на пальце какая-то пыль уже сразу царапины видны лишний раз очки лучше руками не трогать такая прикольная штука наверное я думаю что все не запустим посмотрим что там чувак и непонятно только где да кстати шина 12 дюймов я такую ставил на все двух кубовый и дом такая же шина была с бензоном пилой джелл 45-18 но звездочка была на 325 шаг то есть чувак не глядя купил такую самую найди шпанскую шину 12 дюймов и по-моему я ее продал с каким-то партнером 350 а мне помню с какой пилы и продал эту шину ну то есть 52 куба и 12 дюймов шин это блять вообще пиздец решил и подсобрать как оно должно быть все понятно это вертушок сюда начал думал куда его впихнуть шина рейзер все четко думаю сегодня будем запускать а ну мне кажется надо ее сразу в перебор хотя димон сказал он там что-то менял на ней то ли сальники то еще четко карбюратор шерми что там короче надо заводить и будет все ясно что там с ней да как и